Данная информационная программа предназначена в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. В эфире Вести в студии Лисикаряк. Здравствуйте. Для начала коротко о последних событиях в стране и мире. Без света целый месяц. Такая участь ожидает, начиная с 11 июля, жителей двух столичных улиц. О каких именно идет речь, узнаете в выпуске. Шумные гуляния после 10 часов вечера нарушают покой. Чем это чревато для администраторов заведений общественного питания и отдыха, расскажем далее. В конце августа президент Турции Реджеп Эрдоган посетит с официальным визитом Молдову. Он примет участие в открытии отремонтированного здания президентуры. Успешная спецоперация. Из затопленной пещеры Тхам Луанг в Таиланде благополучно вызволены все дети и их тренер. В Петербурге все готово к старту первого полуфинального матча чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии. Целый день без света. В таких условиях владельцам домохозяйств в одном из частных секторов столицы придется жить ближайший месяц. Дело в том, что поставщик электроэнергии собрался модернизировать линию электропередач. Люди говорят, что их никто не предупреждал, а у многих продуктовые запасы в холодильнике и ремонт. Тему продолжит Ольга Гриненко. Район Скиноса, улица Лермонтова. О том, что с завтрашнего дня здесь начнется плановое отключение электроэнергии, большинство владельцев домохозяйств впервые слышат. На целый месяц свет по всей Лермонтова. Месяц без света – это нереально. Мы что, в каменном веке живем? Они должны это как-то решить. А что, это правда? Информацию о плановых отключениях газнатуралфиноса мэрия столицы разместила на своем сайте. Но люди считают, что должны были бы и по старинке объявления на столб вешать. Как бы там ни было, народ в панике. Кто-то ремонт затеял, кто-то холодильник продуктами забил. И разные работы имеют люди, планировали. Кто строится сейчас, кто в отпуске. Конечно, надо было предупреждать. Хоть на пять дней раньше. У соседки постучите, пусть она говорит. Она говорит, забила холодильник и птицу порезала. И что она должна сделать с этой птицей? Без света, конечно же, тяжело быть. Тем более с маленьким ребенком. Но есть и те, кто в этих случаях выход всегда найдет. Будем по старинке. То есть? Свечки включать. Лампа из керосиновой. По информации на сайте мэрии, в период с 11 июля по 17 августа на улицах Лермонтова и Татарбунар будут вестись работы по модернизации электрораспределительных сетей. В этой связи плановые отключения производиться будут ежедневно с 9.30 до 19.00. Подробнее о том, на каких улицах и в каком промежутке времени запланированы перерывы поставки электроэнергии, можно узнать на официальном сайте поставщика. Ольга Гриненко, Руслан Каунов, Вести, Молдова. Нарушение тишины в ночное время суток уже привычное дело для многих жителей столицы. В особенности для тех, кто проживает вблизи ресторана, банкетного зала или ночного клуба. Таких примеров по городу множество. Но что делать, если шум, доносящийся снаружи, невыносим? Жители столицы, проживающие рядом с шумными заведениями, утверждают, что в таких случаях вызывают полицию, но, как правило, безрезультатно. Шум, громкая музыка, нередко фейерверки и подвыпившие клиенты. В Кишинео, где на каждом углу кафе и рестораны, кажется, выспаться невозможно. По крайней мере, это утверждают жители тех столичных дворов, которые находятся в непосредственной близости от громких заведений. Говорят, в течение недели все тихо, но как только наступают выходные, о сне можно напрочь забыть. Всегда самое беспокойное, что когда салюты, это очень поздно, то есть в 10, в 11, кто в возрасте, у кого есть малые дети, даже и молодые, когда просто отдыхаешь после работы, и в воскресенье, суббота, и очень слышно. Ну, бывает слышно, когда петарды пускают, а то одно время ужасно было. На вопрос о том, как бороться с шумными соседями, люди разводят руками. Вызывают полицию, но, как правило, это безрезультатно. Другие же в этом смысла просто не видят. А можно попытаться поговорить с владельцем заведения. Правда, работает это в редких случаях. Ночью работает одно заведение, расположенное на улице Гибу, которым заведует один армянин. Сделали ему два раза замечания, но он понял, и все. Он находится в чужой стране и намного лучше себя ведет, чем местные. Как заявили для корреспондента РТР Молдова, представители пресс-службы генерального инспектора Тополиции, несоблюдение тишины с 10 вечера до 7 утра путем громкого пения, подачи сильных звуковых сигналов и пользования аудиовизуальной аппаратурой в жилищах или общественных местах влечет за собой штраф в размере от 750 до 1500 леев для физических лиц и от 5 до 6500 леев для юридических. Наталья Фомина, Руслан Каунов, Вести Молдова. Продолжаем выпуск. Помощь логопеда в дошкольных учреждениях Кишинев станет доступней для детей с нарушениями речи уже начиная с нового учебного года. Соответствующий приказ подписало Управление образования, культуры, молодежи и спорта. Дети с нарушениями речи, которые посещают детские сады муниципия Кишинев, смогут воспользоваться помощью логопеда уже непосредственно в самом дошкольном заведении, начиная с 1 сентября этого года. Приказ, подписанный Муниципальным управлением образования, культуры, молодежи и спорта, призван упорядочить деятельность логопеда в детских садах. Таким образом, за трудоустройство специалистов, а также за обеспечение пространства для их деятельности будет отвечать администрация этих дошкольных заведений. На практике оказание помощи логопеда будет осуществляться по предложению воспитателей, а также после оценки всех групп. В приоритетном порядке будут учитываться дети из подготовительных и старших групп. В зависимости от проблем детей, специалисты должны будут выбрать метод работы, либо в небольших группах не более пяти человек, либо индивидуально. Отметим, что до сих пор родители, чьи дети посещали детские сады, где работают логопеды, должны были подавать заявление в психосоциальный педагогический центр для получения соответствующей помощи. Как отмечают специалисты, расстройства речи у детей встречаются довольно часто. И в случае, если их не устранить в раннем возрасте, в дальнейшем могут возникнуть проблемы психологического характера. И об образовании высшим. Сразу два молдавских университета отказались от подготовки студентов по специальностям математика и румынский английский язык и литература. Речь идет о педагогическом институте имени Онакрянга и университете Академии наук Молдовы. А Международный институт менеджмента отказался от преподавания бизнеса и администрирования. Информацию подтвердили в Национальном агентстве по обеспечению качества области образования и исследований для молдавских СМИ. По данным ведомства, отказ от определенных специальностей исходит из нехватки студентов, которые предпочитают учиться за границей, нежели в Молдове. Так, прошлый учебный год показал спад числа студентов почти на 10%. В связи с этим, некоторые специальности остаются невостребованными и не набирают должного количества учащихся. Тем временем, пока в одном университете специальности отменяются, в другом открываются новые. Так, Государственный университет Молдова объявил о запуске программы подготовки специалистов в области беспилотных летательных аппаратов. Преподавателями выступят 5 экспертов в области гражданской авиации. Курсы рассчитаны на летнее время года. В нынешнем году они начались 4 июня и закончатся 15 июля. Программа проводится с привлечением 17 учреждений из 8 стран, среди которых, например, Франция, Италия, Румыния, Беларусь. По данным пресс-службы университета, слушатели курсов пройдут также стажировку в университете во Франции. К другим темам. До 50% увеличатся зарплаты у мэров и государственных служащих из населенных пунктов страны. И, скорее всего, это произойдет в августе текущего года. С таким обещанием демократы выступили за несколько месяцев до проведения парламентских выборов, запланированных на осень этого года. На эти цели будет направлено 26 миллионов леев. Откуда будут взяты средства и о чем еще представители ДПМ говорили на традиционном еженедельном заседании политформирования, расскажем далее. В преддверии парламентских выборов, запланированных на осень текущего года, демократическая партия Молдовы решила до 50% увеличить зарплаты мэров и государственных служащих населенных пунктов страны. Как сообщил вице-председатель политформирования Владимир Чеботарь, по итогам еженедельного заседания демократов, на эти цели будет направлено 26 миллионов леев. Средств, полученных за счет повышения доходов государственного бюджета, а также за счет дополнительных средств, полученных на местном уровне. Увеличение зарплат будет осуществляться уже начиная с этого года и, вероятнее всего, в августе, потому что на текущей неделе и на следующей в двух чтениях будут утверждены два законопроекта, которые позволят распределить эти несколько десятков миллионов леев, специально отведенных на эти цели. Также Чеботарь высказался относительно резолюции Европарламента касаемо нового проекта Кодекса об аудиовизуале. По его словам, в этих рекомендациях со стороны Парламента ЕС нет необходимости, поскольку документ предлагали, писали и редактировали представители гражданского общества и журналисты, а сам Кодекс пройдет экспертизу, в том числе и со стороны международного сообщества. Мы делаем нашу работу, может, в более серьезной и спокойной манере, но именно так, как мы это обсуждали, это ничего не меняет для нас в нашем подходе на европейском пути развития с точки зрения обязательств, которые мы взяли на себя и проектов, которые мы объявили. Напомним, 5 июля Европарламент утвердил резолюцию о политическом кризисе, вызванном отменой результатов местных выборов в Кишинео и потребовало, чтобы Еврокомиссия приостановила выделение бюджетной помощи Молдове. Одно из положений резолюции касается того, что молдавские депутаты при утверждении в финальном чтении нового Кодекса об аудиовизуале учитывали позицию независимой прессы и неправительственных организаций. Раздор между представителями политформирования правого толка. Глава партии действий «Солидарность» Майя Санду отреагировала на заявление бывшего мэра Кишиныо Дарина Киртуака о том, что он обижен и недоволен тем, что лидеры ПАСА и платформы «Достоинства и правда» не дали ему выступить на сцене во время недавних протестов. Так, по мнению Санду, либерал должен понимать, что эти протесты были организованы не для того, чтобы проверить, нравится ли людям Киртуака или нет, а совершенно с другой целью. Протесты – не место, чтобы проверять, любит себя народ или нет. Именно так отреагировала лидер партии действий «Солидарность» Майя Санду на возмущение бывшего мэра Кишиныо Дарина Киртуака о том, что лидеры ПДС и партии «Платформа достоинства и правда» не дали ему выступить на сцене во время протестов 1 июля. Дарин Киртуака должен понять, что сейчас мы боремся с диктатурой. Если он тоже хочет бороться с диктатурой в стране, пусть собирает своих сторонников на эти протесты. Но если он хочет выступить, чтобы посмотреть, сколько людей его поддержит, а сколько отправят его домой, то протесты – это не самое подходящее место и время. Заявила лидер партии действий «Солидарность» Майя Санду в эфире одного из частных телеканалов. Напомним, ранее Дарин Киртуака заявил, что обижен на лидеров ПДС и ППДП, поскольку те якобы не хотят с ним разговаривать, а также отказываются давать ему микрофон для выступления во время протестов. Однако, несмотря на это, экс-мэр столицы также отметил, что будет и дальше настаивать на том, чтобы побеседовать с Майя Санду и Андреем Нестаси, ссылаясь на общий избирательный блок. Вновь растут цены на бензин. Национальное агентство по регулированию в энергетике опубликовало новые максимальные цены на топливо. Они будут действовать в ближайшие две недели, до 24 июля. Так, предельная цена на 95-й бензин увеличится на 39 банов, до 19 лев и 49 банов. А стоимость дизельного топлива возрастет до 17 лев и 25 банов, то есть на 25 банов. Напомним, с конца мая Наре дважды пыталось увеличить максимальные цены на бензин, что вызвало возмущение у автовладельцев, а также вопросы в парламенте и правительстве. В результате агентство приостановило решение об увеличении цен, оставив их на уровне прежнего периода. Немного о спорте. Молдавские гонбалисты в возрасте от 10 до 11 лет стали чемпионами международного турнира, который прошел в одном из самых крупнейших городов Швеции – Гетебурге. Всего эти матчи завершились для спортсменов команды «Фортуна» успешно. В финале им даже удалось разгромить шведов со счетом 17-10, что и обеспечило им первенство. Всего в Гетебург побороться за трофеи приехали свыше 1200 команд со всего мира. О других новостях расскажем далее в нашей постоянной рубрике «Короткой строкой». В конце августа президент Турции Реджеп Эрдоган посетит с официальным визитом Республику Молдову по приглашению Игоря Дадона. Визит турецкого лидера приурочен к официальному открытию отремонтированного здания президентуры. Об этом сообщил глава государства, накануне принявший участие в церемонии инаугурации президента Турецкой Республики. Дадон написал на своей странице в социальной сети, что поздравил Эрдогана с официальным вступлением в должность президента, а также дал высокую оценку дружеским отношениям, налаженным между двумя странами. Демократическая партия Молдовы была официально принята в группу социал-демократов Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе. Об этом объявил депутат АДПМ Серджио Сырбу, который находится с рабочим визитом в Берлине и принимает участие в ежегодной сессии Парламентской ассамблеи ОБСЕ. Он отметил, что поддержка групп из одной и той же политической семьи очень полезна в продвижении интересов нашей страны, а также поблагодарил всех коллег за доверие к ДПМ. Отметим, сессия проходит в период с 7 по 11 июня. Дорожное движение в период летних отпусков будет оптимизировано. С этой целью директор таможенной службы Виталий Аврабия распорядился увеличить число сотрудников, привлечь руководителей таможенных постов, их заместителей к участию в деятельности по таможенному оформлению, а также использовать все контрольные полосы. В то же время сотрудники по борьбе с правонарушениями будут работать круглосуточно в целях документирования актов мошенничества, о которых сообщают инспекторы на контрольной линии. По данным таможенной службы, статистические цифры прошлых лет показывают, что в августе число лиц, пересекающих границу, увеличивается примерно на 20%. Правительство Молдовы создало комиссию по проблеме мусора в Белц. Согласно соответствующему распоряжению, сделано это было в связи с обострением ситуации со сбором и эвакуацией твердых бытовых отходов, а также в целях изучения вопроса и поиска оптимального пути решения. Таким образом, в состав комиссии войдут представители центральных министерств и ведомств, а также мэр Белц Николай Григоришин и представитель коммуны Цамбула района Сынжерей, на территории которой расположен полигон по складированию бытовых отходов. Отныне место культурного отдыха в Казаклии находится под круглосуточным видеонаблюдением. Так, накануне в сельском парке были установлены системы уличного мониторинга, 16 широкоформатных камер. По словам депутата Народного собрания Гагаузии Ивана Икёксал, сделано это было с целью обеспечения порядка. Также, по ее словам, чтобы сохранить дорогостоящую инфраструктуру парка отдыха, в скором времени его начнут закрывать на ночь. Напомним, парк отдыха в селе Казаклии был открыт 6 мая этого года при поддержке ряда мэрий из Турции в партнерстве с Обществом Молодо-Турецкой Дружбы и с полкомом Гагаузии. В Приднестровье 8 июля отметили православный праздник Святых Петра и Февронии, который больше известен как День Семьи, Любви и Верности. В Бендерах праздничные мероприятия начались с молебна в Преображенском соборе, а продолжилось празднование уже за стенами храма в парке Октябрьский, где жителей и гостей города ждало масштабное народное гуляние, а также концерт с чествованием золотых и серебряных пар. Также для горожан организовали различные мастер-классы, интерактивные игры и конкурсы, а также большое чаепитие с пирогом. Мероприятие собрало десятки молодых пар, а также пар, которые проверили крепость своих уз временем. И те, и другие говорят, что залог счастливых отношений – любовь, взаимопонимание, уважение и терпение. Продолжаем выпуск. Молдова стала крупнейшим потребителем украинского картофеля. Только за январь по май нынешнего года наша страна закупила этих овощей в 17,5 раз больше, чем в тот же период 2017 года. Насколько часто присутствует у молдаван в рационе картошка и насколько она полезна, узнавала наш корреспондент Валентина Турова. Вкусная, сытная, легкая в приготовлении, да еще и недорогая – таковы преимущества картошки, говорят жители Кишинеу, для которых этот продукт является практически незаменимым. Многие из них признаются, что употребляют в пищу картофель ежедневно. Объясняют свое пристрастие к нему привычкой из детства. Картошку почти каждый день, потому что она быстро готовится и уже приготовлена большую семью и поели, и вкусно. Очень часто, почти каждый день. Наверное, с детства так привыкли. Каждый день. Бабушки еще все время кушали только картошку, и вареную, и жареную, и пареную, как сказать. Кушаем каждый день. Ну, кто не любит картошку? Потому что вкусно и быстро готовится. Однако, все-таки есть среди горожан и те, кто не любит картофель. Кто-то считает его вредным для здоровья, а кто-то просто не находит вкусным. Я картошку почти не употребляю. Потому что там крахмалы, там вещества содержатся в картошке то, что, в общем-то, пищеварению мешает, а не помогает. Вообще редко употребляю картошку. Потому что больше люблю кашу с яйцами. Склеивает стенки кишечника, как будто, и потом живот болит. Для нашего возраста картошка не очень хорошо. Как утверждают диетологи, частое и чрезмерное употребление картофеля с годами может привести к развитию сахарного диабета и даже ожирению. Однако, отказываться от этого продукта тоже не стоит, так как он содержит большое количество минеральных веществ. Необходимо лишь научиться правильно его готовить и знать меру. Так, диетологи советуют употреблять картофель всего несколько раз в неделю в запеченном виде и с овощами. Отметим, Молдова в этом году стала крупнейшим потребителем украинского картофеля. С января по мае этого года наша страна закупила у Украины почти 6 тысяч тонн картофеля, что в 17,5 раз больше аналогичного периода за прошлый год. Резко увеличившиеся закупки импортного картофеля Молдовой объясняются тем, что его урожай в 2017 году составил лишь 197 тысяч тонн, что на 8% меньше, чем годом ранее. Валентина Турова, Сергей Леподат, Вести Молдова. Сейчас короткая реклама, сразу после этого продолжим говорить о главных событиях дня. Не переключайтесь. В эфире Вести мы продолжаем говорить о главных событиях дня. Далее перейдем к основным новостям из рубежа. В Таиланде из затопленной пещеры удалось поднять последнего ребенка и тренера. Выдержат ли они это опаснейшее путешествие по темному затопленному туннелю, спасатели переживали больше всего, ведь в пещере оставались самые ослабленные ребенок и взрослый. Спасенных поместили в машины скорой помощи и увезли в госпиталь. Информации о состоянии подростков пока нет. Хроника последних часов в нашем репортаже. Дети находятся под круглосуточным наблюдением врачей. Контакт с родственниками исключен. Общение возможно только через стекло или по телефону. Такой режим сохранится до тех пор, пока не будут проведены все анализы. Длительное пребывание в пещере грозит серьезными заболеваниями, например гистоплазмозом или пещерной болезнью. Особый грибок разносится летучими мышами и поражает легкие. Спасенную футбольную команду подростков еще на прошлой неделе руководство FIFA пригласило в Лужники на финал чемпионата мира. Но медики говорят, что в госпитале им предстоит провести еще минимум неделю. По словам врачей, ребята пока на диетическом питании, но сегодня утром первые четверо попросили хлеб и шоколад. Медики не смогли им в этом отказать. Я думаю, что в скором времени мы можем разрешить им посещение. Также они смогут использовать телефоны больницы, чтобы общаться. Имена спасенных не раскрыты до сих пор. По информации одного из родителей, первыми эвакуировали более сильных ребят. Именно тренинг росла больше других. В течение 10 дней выживания в заточении он максимально отказывал себе во всем, делясь и без того скудной пищей с детьми. Президент России Владимир Путин выразил соболезнование премьеру Японии Сидзе Абе в связи с мощными наводнениями, обрушившимися на страну. Жертвами стихии стали более 100 человек. Еще 79 пропали без вести. Больше всего погибших в префектуре Хиросима и на острове Секоку. Спасательные работы продолжаются. Людей эвакуируют с крыш на вертолетах. В знак солидарности саммит ЕС Японии перенесен из Брюсселя в Токио и пройдет на следующей неделе. К другим темам на международной арене. Хаос в британском правительстве. Всего за сутки кабинет Терезы Мэй покинули два ключевых чиновника. Глава МИДа Борис Джонсон и министр по делам Брексит Дэвид Дэвис. Убежденные евроскептики не готовы разделить с премьером ответственность за мягкий выход из ЕС. Задерживаясь в дверях Брюсселя, считает Джонсон, Лондон превратит себя в вассала. Еще меньше доверяют правительству в окрестностях таинственной лаборатории Порт-он-Даун. После того, как в госпитале Солсбери от отравления нервно-паралитическим веществом скончалась женщина из соседнего Эймсбери, местные жители выстроились в очередь с нами досмотр. В самое ближайшее время Борис Джонсон должен покинуть свою официальную резиденцию, которую он занимал как министр иностранных дел. За минувшие сутки тоже вторая отставка в правительстве Терезы Мэй. Поздно вечером в воскресенье о своей отставке заявил глава департамента, отвечающего за Брексит, Дэвид Дэвис. Оба министра уходят со скандалом. Они фактически выражают полное недоверие Терезе Мэй. Дэвис, как и Джонсон, сторонники так называемого жесткого Брексита. Их взгляды и позиции премьера не совпадают. Замена обоим уже найдена, но будущее Терезе Мэй в качестве премьера опять висит на волоске. Внутри правящей партии и консерваторов против нее зреет восстание. Ее выступление в парламенте, когда она заговорила о Дэвисе и Джонсоне, вызвало в зале громкий смех. Справедливости ради уход в отставку Джонсона не представляется большой потерей для мировой дипломатии. Еще до назначения министром он сравнивал Евросоюз с нацистской Германией, успел оскорбить президента Турции и Дональда Трампа. В качестве последнего аккорда своей дипломатической карьеры он обидел министров иностранных дел балканских стран, не явившись накануне на их конференцию в Лондоне, созданную по инициативе Великобритании. Публичные оскорбления России для него в последнее время вообще стали нормой, особенно после скандала вокруг так называемого дела Скрипалей. Они больше никого не обманут. Едва ли за этим столом здесь, в Брюсселе, найдется страна, которая за последние годы не стала бы жертвой клеветы или других подрывных действий со стороны России. Несмотря на полный развал в правительстве, а может и наоборот, чтобы акценты слегка сместить, российская тема в Лондоне активно звучала. В воскресенье в Солсбери скончалась 44-летняя Дон Стерджес, которая вместе со своим сожителем Чарли Роули, по утверждению Скотланд-Ярда, была отравлена тем же ядом, что и бывший двойной агент Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Никаких доказательств того, что отравление двух наркоманов имеют отношение к Скрипалям, у полиции нет. Пока мы не можем точно сказать, имеет ли инцидент прямую связь с отравлением Скрипалей, однако сейчас это для нас основная линия расследования. Еще не доказано, что Дон и Чарли были в местах, где проводилась зачистка после покушения на Скрипалей. В ходе пресс-конференции начальник антитеррористического управления Скотланд-Ярда фактически ничего нового не сообщил. Расследование по-прежнему засекречено и полиция не может объяснить, каким образом произошло уже второе по счету отравление в Солсбери. Но в британском правительстве ведут себя так, как будто связь между двумя инцидентами уже доказана, и все претензии опять адресованы Москве. Реальность попросту заключается в том, что Россия совершила атаку на британской земле. Эта атака привела к смерти британского гражданина. Очередная криминальная история в Солсбери развивается по тому же сценарию, что и дело Скрипалей. Только сейчас уже речь идет о пострадавших гражданах Великобритании. Сейчас активно вбрасывается тезис о том, что якобы эта женщина была отравлена новичком, делается легкий мостик, в основном это прессой, на то, чем были отравлены Скрипали. Но как и в случае со Скрипалями, так и в этом случае никто ничего не может проверить. И это самая главная проблема, которая существует на сегодняшний день. На фоне острого правительственного кризиса, который вызвано разногласиями по Брекситу, возобновление антироссийской риторики в Лондоне вполне ожидаемо. Особенно если учесть, что впереди саммит НАТО, где о России только и будут говорить, плюс предстоящий визит в Великобританию Дональда Трампа. И сегодня стало известно, что новым министром иностранных дел Великобритании назначен Джереми Хант. Ранее он занимал пост главы Минздрава, до этого руководил Министерством культуры, СМИ и спорта. Хант уже заявил о намерении поддержать премьер-министра Терезу Мэй в переговорах с Брюсселем по Брекситу. Италия закроет свои порты для судов всех неправительственных организаций, которые спасают мигрантов Средиземноморья. Об этом заявил вице-премьер и министр внутренних дел страны Матео Сальвини. В ближайший четверг требования Рима рассмотрят главы МВД стран Евросоюза. По мнению Сальвини, поддерживая благотворительные миссии, собирающие беженцев в водах Средиземного моря, ЕС фактически стимулирует нелегальную миграцию. Только за последний месяц Италия дважды отказалась принимать спасательные суда неправительственных организаций с сотнями мигрантов на борту. Швейцария обратилась жалобой во Всемирную торговую организацию в связи с введением американских пошлин на сталь и алюминий. В Министерстве экономики страны ограничительные меры со стороны Вашингтона назвали необоснованными. Швейцария уже не первая страна, которая инициировала торговый спор с США. Ранее с жалобой ВТО на действия Вашингтона обратились Китай, Канада, Норвегия, Мексика, Индия и Россия. Крупную партию российской гуманитарной помощи доставили в сирийский город Аль-Мутайя, провинции Дыра. Несколько дней назад из этого населенного пункта выгнали террористов. Российские военные оказались первыми, кто пришел на помощь мирному населению. По мере продвижения к южным районам провинции Дыра, в каждой деревне, что встречается по дороге в военную колонну правительственной сирийской армии, местные жители встречают с нескрываемой радостью. Спасибо российским военным и сирийской армии. Мы долгое время жили в страхе под игом боевиков. По-другому не скажешь. Не было электричества, чистой питьевой воды, медицинского обеспечения. Теперь этому пришел конец. Большую роль в переговорном процессе играет и российский Центр по примирению враждующих сторон. Переговорщику из Аль-Мутая офицеры объясняют, они пришли с миром и привезли иду и воду. Молва быстро разносится по округе, и вот уже у грузовика выстраивается очередь. Это то, что помогает им на первых порах пережить те трудности, которые сегодня испытывают вот такие отдаленные населенные пункты, тем более которые были много лет под контролем боевиков, которые, как вы знаете, доводили населенные пункты и мирных жителей до гуманитарной катастрофы. Они не допускали туда никакой помощи, а если что-то и попадало, все изымалось или запрашивались баснословные деньги за выкуп и еды, и воды. Это самая южная точка Сирии, куда доставили российскую гуманитарную помощь. Тысячу продуктовых наборов, что привезли сюда российские офицеры, сейчас жизненно необходимы сотням здешних семей. У каждого из этих людей свое несчастье. Трех человек из семьи Мухаммеда Алядуи, террориста Джабхата Нусры, убили за то, что они работали на госслужбе, а его самого взяли в плен. Я провел в плену 15 дней, они требовали с моих родственников выкуп, чтобы меня отпустили. Пришлось заплатить, фактически вся моя семья собирала на мое освобождение, мы разорены. Сейчас нам даже не на что купить хлеб. Четыре тонны еды и вода буквально разлетелись за пару часов. Российский Центр по примирению враждующих сторон первый, кто привез сюда гуманитарную помощь. Но этот рейс далеко не последний. Этот мужчина один из старейшин городка Аль-Мутая. По его словам, в городе сейчас ситуация непростая. Нет воды и электричества. Основная проблема для нас – нет электричества и топлива для генераторов. Остановились насосы, мы не можем выкачивать воду из подземных источников. Не работают пекарни, город остался без хлеба. Как только энергоснабжение восстановится, жизнь сразу улучшится. В южной зоне деэскалации к режиму перемирия с каждым днем присоединяется все больше сил и городов, занятых группировками, входящими в так называемую Сирийскую Свободную Армию. Транспортный корабль «Прогресс», который этой ночью стартовал с Байконура, успешно пристыковался к МКС. Как сообщили в Роскосмосе, грузовик впервые летел к орбите по сверхкороткой схеме – менее 4 часов. Стыковка проходила в автоматическом режиме под контролем российских космонавтов и специалистов Центра управления полетами. Корабль доставил на станцию 2,5 тонны груза – топливо, научное оборудование, продукты и медикаменты. Кроме того, «Прогресс» привез на МКС еще один скафандр нового поколения – «Орлан МКС». Два таких уже используются на станции. Ну и в завершении, конечно, поговорим о футболе. В Петербурге все готово к старту первого полуфинального матча чемпионата мира между сборными Франции и Бельгии. Город заполонили десятки тысяч болельщиков. Все ждут суперпротивостояния. Уже вечером станет ясно, кто сыграет в воскресенье в главном матче турнира в Лужниках. Самая дорогая – команда планеты или звезды Бельгии, которые никогда раньше не выходили в финал. В аэропорту и на вокзалах ажиотаж. Все номера во всех отелях забронированы. Среди болельщиков не только бельгийцы и французы, но много и бразильцев. Они рассчитывали, что их сборная сыграют в полуфинале и купили билеты на матч заранее. Матч будет между действительно хорошими командами. Бразилия выбыла, проиграв бельгийцам, и я надеюсь, что Франция отомстит им. Бельгийцы в отличном настроении. Их команда показывает, пожалуй, самый яркий футбол на этом турнире. Это единственная сборная, которая выиграла все пять матчей и забила 14 мячей. Я думаю, у нас много хороших игроков, но мы обыграли Бразилию, потому что у нас хорошая тактика. Хорошие игроки – это полдела, а быть сплоченной командой, где каждый знает, что делать, это значит гораздо больше. Петербургские кафе и рестораны к игре тоже готовы. Телевизоры настроены на канал «Россия». Меню зависит от того, откуда гость. Бельгийцам предлагают, конечно, бельгийские вафли. Мягкие, с хрустящей корочкой, начинка может быть любой. Французы за изысканность. Шеф-повар Кристоф Лаплаза готов предложить соотечественникам салат из камчатского краба с лимоном, сельдереем, соусом гуакамоли, ну и, конечно, с видом на петербургские красоты. Для меня очень важно, что мы вышли в финал. Я думаю, что мы выиграем. Их следующий выход на поле уже полуфинал, а пока французы на тренировке работают над завершением атак. Это уж точно пригодится в решающих матчах. Ключевые защитники занимаются индивидуально. Звездного нападающего Мбаппе вообще нет на поле. Дали отдохнуть, объясняет главный тренер французов Дидье Дишам. Все 23 игрока готовы к битве с Бельгией, травмированных нет. Травмированы морально французские болельщики. Легендарный игрок. Лучший бомбардир в истории Франции сегодня против своей страны. Он в тренерском штабе Бельгии. Мы играли вместе. Он только начинал, а я уже заканчивал карьеру. Я следил за ним и высоко ценю его достижения. Конечно, ситуация сложная. Ему будет нелегко против французской команды находиться во вражеском лагере. Он будет на скамейке, будет противостоять своей стране. Но он знал, что это возможно, когда вступал в тренерский штаб и стал помощником тренера. Он это знал, но я с радостью с ним завтра встречусь. Будет ли Терри Анри петь Марсельезу? Может и будет. Это будет нормально, ничего страшного. Ему будет сложно, но сейчас он на нашей стороне и хочет победы Бельгии. Франция и Бельгия отлично знают друг друга. Они встречались 73 раза, начиная с 1904 года. Бельгийцы побеждали чаще. 30 раз у французов 24 победы и еще 19 игр завершились в ничью. В нынешнем составе «Красных дьяволов» опасный Де Назар, Румело Лукаку. Он главный мотиватор в команде, как россиянин Дзюба. Бывший зенитовец Вицель, который скучал по Петербургу, не писал об этом в Твиттере. Бельгийские игроки как никогда хорошо готовы физически и психологически. Но все же фаворитом чемпионата после вылета Бразилии букмекеры считают сборную Франции. Хорошая игра пусть будет. Не важно, кто будет выбивать голы. Только, кто будет много гол. Это не важно. Тут атмосфера прекрасная, люди хорошие, как надо, воздух. На трибунах у команд будет обширная поддержка. Ожидается, что поддержать сборную Бельгии приедет король Филипп и королева Матильда, а сборную Франции – президент Эммануэль Макрон. От главного матча четырехлетия претендентов отделяет всего полтора часа игры. Таковы вести к этому часу. С вами была Олеся Кайряк. Оставайтесь и далее на нашем канале, а также следите за развитием событий в стране и мире на сайте нашего телеканала rtr.md. До встречи в эфире. Вы посмотрели информационную программу, предназначенную в том числе для людей с нарушениями слуха и зрения. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова